Всем привет еще раз! 9 января по-прежнему пивная пятиминутка Илья. Продолжаем знакомиться с пивоварней О-Люкс, которая находится в Башкирии, короче, в деревне. Дай бог памяти! Новодеево. Новобедеево. Новобедеево. О-Люкс. Сегодня у нас будет называться оно Красный Ключ. Только почему тут Красный Замок? Ну, а где Красный Ключ-то? Проебали? Ну, ладно. В общем-то, тут срок у нас такой же 15 суток, поэтому оно идет первым. Давайте откроем и почитаем. Слушаем. Так, если что, уши прикрываем. Ох, вот такой вчера был звонкий звук. Со второго дубля уже не такой звонкий был. Что-то оно как-то переохладилось. Держал я эту бутылочку вверх ногами, потому что вчера, когда я уходил, я посмотрел специально на просвет и увидел, там много дрожжей плавает. Такое, ну ладно, дрожжики, значит, чтобы потом вот это не болтать, не доливать. Вот они все дрожжики. Ну, не все. Тут еще полно. Ко мне попали. Поэтому задумку пивоваров. И опять же, от себя идет бугельный замок. Кстати, об дубле 2 я это говорил. То, что обычно этикеткой вперед идет этот бугельный замок, потому что открывается. Потому что я помню, что идет контр-этикетка. Вот здесь у многих ярлычок, да? И вот помню, что на ярлычок открывается. А тут вот наоборот, на себя. Ты любуешься, смотришь на пиво и открываешь его, собственно. Давайте смотрим, что тут за красный ключ. 4% алкоголя. Хоть бутылочкой и внушительно так очень выглядит. Но тут не литр. Хотя вот по размерам тут, блядь, литрач. Ну, это серьезно. Смотрите, какая она здоровая. 0,75 здесь у нас. Не одна десятая ведра. Какая жалость. Пиво светлое, не пастеризованное, фильтрованное. Сука, вы издеваетесь? Кстати, где мои любимые печеньки? Что за лимонадные, сладкий такой привкус? Печенье пока... Но они, по-моему, проявляются во вкусе. Сейчас мы до них дойдем. Вот, отсканируйте QR-код. Вот надо было мне это сделать, потому что сайта у них ничего нет. Может, я по QR-коду бы нашел эту пивоварню. И посмотрел ассортимент, описание пива. Так что будем исправляться. Завтра обязательно это сделаем. Ну, как сделаем? Сначала я сейчас посмотрю после съемок, что там будет за этим QR-кодом. Там, может, хер цифровой будет. А этот... А может, там вот это вот рассказ о пивоварне. Это будет очень интересно почитать, потому что пивоварня, я так понимаю, очень маленькая. Тут вот не написано, что для глав пивтор, говорит. Что я там остановился-то? А, то, что фильтрованное. Да какого хрена? Я вчера через бутылку даже коричневую увидел, что там, блядь, хрен плавал. Там дрожжей пипец. Только не говорите, что пиво испортилось и выпало в осадок. Розлив у нас 29-го, 12-го. Перед самым Новым годом чуваки разливали, походу, в последнюю смену, да? Ну, в году. А, нет, там еще 30-го уже все работали. Как бы 29-е... Две недели, 14-е. Ну, блин, еще не вышло. Ребят, что за фигня? Что за фигня? 11-4 здесь у нас. Кстати, могу проспорить. По-моему, все остальные бутылки тоже... Их еще 3, да? Насколько мы помним. Они, по-моему, тоже все 4-11. И очень будет, блин, интересно. Чем же они, сука, отличаются? Кроме этого, вкус и печенек. Давайте состав. Вода, солод, дрожжи, хмель. Все. А что еще интересно? Это 15 суток срок годности, люкс. QR-код мы проштрихуем. Ну, давайте пробовать красный ключ, который, типа, фильтрованный. Но это... Вранье какое-то. А, кстати, сейчас CF-то был. Меланхолия. Прикиньте прикол. Переписываю состав. Там солод сжженый. И просто сжженый. Мало того, что там 2G, там... Нет, 2G и должно быть. Там 2M. Я еще такой задумался. То ли я туплю, то ли лыжи не едут. Вроде всегда одна и она была, блин. Ну, короче, на этикетке... Я вот люблю такие опечатки, когда на этикетках бывают. Это вот ересь. У кого там была бутылочка, то ли уже 0,33 к нам завозили. Бутылочка 0,33, а на этикетке написано 0,5. Я такой... Ебать. В натуре ересь. Ну, вот так бывает. Не следят вообще. Ну, блин, ну вы через 10 редакторов, что ли, как-то пройдите весь этот текст. Я когда читал на видео, я, конечно, не заметил. Когда стал переписывать, я такой... 2 и n. Чего, блядь? Не, может, по новым русским правилам так можно? Я не слежу. В школе не учусь. Дрожами. Вот этим вашим фильтрованным пивом пахнет. Дрожами. Квасными. Еще квасной какой-то идет. Да, не, это разливайка. Ну-ка посмотрим, есть ли в разливайке печеньки. Нет. Тут чисто дрожжевое пиво. А, хотя, подождите. Может, она побольше. Все-то где-то печеньки промелькнули. Ну-ка, попробую сейчас залпануть. Что-то пиво как-то переохладилось. Вроде никакое так сильно не охлаждается. Странно как-то. Непонятно. Сейчас попробую залпануть, поискать печеньки. Но в других-то пивасах они сразу проявляются. У них. Дрожжи. Дрожжевая кислинка такая. Все, больше ни хрена нету. Ну, можно сказать, тупо, бля, чеки. Опять забыл чеки достать. Да что ж ты будешь делать? Ну, это недорого стоит. Там 130 рублей. Где-то. То есть, ну, это чисто разливающая тема. Я не знаю смысл, какой ее брать. 15 суток срок годности. Плюс пишут, что фильтрованные на самом деле там дрожжи. Они что на цвет, так сказать, что на аромат, что на вкус. Покупайте светлое, разливное пиво. Чаще всего не фильтрованное. Где у вас вот дрожжа такая летает. Странно как-то. С другой стороны, опять же. А, вот она. Вот она. Надпись главпивторг. Как я говорил, вот она сзади спряталась. Не стали они такую красивую этикетку портить. Кстати, у них все этот идет краской. Сзади написали скромненько так. Главпивторг. В общем-то, опять же, она без дефектов. Как бы не придерешься. И печеньки нету. С другой стороны, ну, она никакое. Смысла нету за него платить бабки. Лучше литр взять, не фильтрача. Той же разливайки, где главпивторга. За 80. Кстати, там же, я забыл совсем. Там же настолько дешевле разливное пиво. Это просто пипец. Если у нас сейчас тут минимум там 109-110 рублей. Не, может, акции там еще бывают какие-то. Это еще плюс бутылка 12 рублей. То там я просто зашел в разливайку. И сотрю цену. 79 рублей. Я такой, что это вообще пиво? Да? Да, у нахо, 3 литра. И это, по-моему, даже старый был. А может, без старый. Не хочу пиздеть. Ну, цены намного ниже. Я вообще офигел. Дрожжи, дрожжи. Светлое, холодное, дрожжевое. Ничего интересного. Лучше литрушку взять, чем вот эти 0,75. Еще и за большие бабки. Кайф только получить от того, что хлопнул бугельную пробку. Ну, как бы. Ну, один раз кайфанули, второй. Потом детство из жопы-то все равно уходит. Как бы. И все. И не хочется больше хлопушками заниматься. По хлопушками. Такие вот дела. Ну, все. Будем на этом заканчивать. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя новые пивоварни. О, люкс. Если вам встретиться. Ну, я не знаю. Оно, блин, оно не дефектное. Хотя бы, да. Как многие даже крупные пивоварни. Тут вообще в деревне варятся. Крупные пивоварни у нас дефектное пиво варят. Как бы тут не передерешься. Единственное, вопросы к актуальности. Как бы. Вот этого всего дела. Это уже другой вопрос. Ну, и до завтра. Завтра увидимся с новым пивком. Как всегда. На этом канале. Давайте. Адьюс, амигос. Те-те-ре-те-ре.